Микрорайон Затон из года в год страдает от одной проблемы – подтопления. Особенно обостряется ситуация во время второго этапа паводка, который в этом году затянулся. Однако жители были готовы заранее и уже даже успели поделиться над тех, кто уезжает и остается. С января по февраль проведены подворовые обходы. Посещено каждое домовладение, вручены памятки при поведении в случае подтопления населения. После проведения обхода посчитаны у нас жители по категориям. Накануне в Затоне прошло выездное совещание, на котором обсудили готовность микрорайона ко второй волне паводка. Особое внимание было уделено возможной эвакуации жителей, которых здесь более 2000 человек. Обозначили участки для размещения домашнего скота. Два места. Это на якорной у нас 8. Вот у нас обозначено место для расположения скота. И у нас наборников. Для людей и животных предусмотрели не только места сбора, но и вопрос с провизией. В магазинах сформированы двухнедельные запасы продовольственных товаров. Продукты с коротким сроком годности – молоко, хлеб – подвозят каждый день. С этим помогает администрация центрального района. По всем группам товаров сделаны запасы. Мы перечислили такие основные, как мука, крупы, мясо и мясопродукты. Это консервы, это рыба и рыбные консервы сюда входят, масло. В филиале первой городской поликлиники создан месячный запас медикаментов. Заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом. Сейчас до критической отметки в 560 сантиметров остается меньше, чем полметра. При возникновении первых признаков подтопления в микрорайоне будет выставлен пост с сотрудниками гражданской обороны. Используя устройство оповещения, они будут информировать жителей об оперативной обстановке. Поставлена задача проведения постоянного мониторинга с Росгидрометом уровня воды, в том числе осуществления замеров непосредственно на территории микрорайона Затон каждые три часа. Также напомним, с 9 июня из-за высокого уровня воды был перекрыт объездной путь на остров Шубинский. Сейчас попасть на него можно только по понтонному мосту. В остальном ситуация находится под постоянным контролем. Данил Кузнецов, День с толком.